Крит совершенно неправа насчет великолепного и уморительного ремейка «Дома у дороги» Джейка Джилленхола. И вот почему. Большинство киноманов почесали затылки, когда было объявлено, что мистер и гэжа-режиссер Даг Лайман будет делать ремейк классического фильма Патрика Суэйзи 80-х годов «Дом у дороги». Из всех фильмов МГМ для ремейка действительно ли «Дом у дороги» требовал внимания Лаймана и Джилленхола? К счастью, положительный. В последние несколько месяцев «Предорожный дом» 2024 года погряз в драме, но сам фильм является абсолютно убийственным образцом бессмысленной экшн-комедии. Фильм, доступный исключительно на Prime Video, получил неоднозначные отзывы от критиков, которые, кажется, немного упускают из виду суть фильма. На сайте Rotten Tomatoes «Дом у дороги» имеет скромный рейтинг свежести 62% от критиков. Некоторые негативно отреагировали на картину, увидев в ней нелепый боевик, их созданный исключительно для того, чтобы максимизировать акционерную стоимость Амазон. Критик BC, Николас Барбер, например, задался вопросом, зачем вообще нужен фильм? Смотреть этот бездумный, но чересчур сложный фильм, как будто присутствуешь на сценарном совещании, где авторы швыряются идеями для персонажей, сцен, второстепенных сюжетов и не прорабатывают толком ни одного из них. Другие критики высмеяли ремейк за склеенные между собой экшн-сцены и глупую игру бывшего чемпиона UFC Конора МакГрегора. Но в эпоху, когда зрителям постоянно подают примитивные перезапуски, призванные вызывать ностальгию, «Дом у дороги» — это глоток свежего воздуха, который опирается на предпосылку оригинала и служит любовным письмом хаотичному творчеству. «Новый дом дороги» рассказывает об Элвуде Далтоне, бывшем бойце UFC, который ушел от октагона после неудачи. Далтон находит спасение Фрэнки, который нужен вышибала для защиты ее бара во Флориде и деуместно названного «Дом у дороги». Позже Далтон оказывается втянутым в мир проблем, где он спасает «Дом у дороги» от хитрых злодеев. Упреждаю, э-э-э, вот этого я думаю. «Спасибо за рифму, мужик». «Этот твой знакомый?» «Нет, я только что сломал ему руку». Боевик Дага Лаймана сохраняет скелет оригинала, но идет в мультяшном и осознанном направлении, которое часто смешнее, чем многие серьезные комедии. «Смотри сюда, наш маленький восьмиугольник». «Что?» «Кто научил тебя фигурам?» Большинство блокбастеров хотят, чтобы их воспринимали всерьез, а вышибала хочет, чтобы вы получили удовольствие. Ремейк позволяет Лиману и Джиллен Холлу развернуться, полотно динамичных экшн-сцен, потрясающих мест и отличных игр главных и второстепенных актеров. Фильм особенно впечатляет в свете однородной, благоразумной эпохи кино, в которой мы оказались. Сменные крупнобюджетные премьеры, часто основанные на давнейшей собственности, играют на безопасность и ностальгию. В результате фильмы больше похожи охотопродукты, чем на истории. Новый Роудхаус – это свежий взгляд на классику, не обязан действовать по уважению же редшественнику. Прекрасный пример ремейка настолько далекого от исходной предпосылки, что кажется абсолютно оторванным от предыдущего. Вики часто насмешливо признают недостатки оригинала и пытаются подняться над ними. Роудхаус, однако, не запоминется об этом, предоставляя творческой команде возможность расковаться. Когда Галаймана не идеально, но сцены экшена впечатляют, особенно в третьем акте фильма. Фильм также тяготеет к абсурду, создавая оригинальный и кинематографичный мир. И это лишь малая доль главных действующих лиц. Джейк Джилленхолл в роли Далтона – остроумный очарователь, психопат, который неохотно наснанутается насилием. Сопоставление, позволяющее актеру беспрепятственно демонстрировать свои способности, дает главного героя, за которого мы можем активно болеть, даже при его безумии. Настоящим победителем здесь является Конор Макгрегор, который представляется особенно призерным гирн-критиков. Знаменитый боец ММА представляет собой силу природы в качестве Нокса, злодея, более угрожающего своей непредсказуемостью, нежели физическим гнетом, хотя и физически впечатляет. Превращает его в одного из самых забавных негодяев, которых мы видели за последние годы и в один из лучших ремейков десятилетия.